Они обвиняются в посягательстве на независимость, территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя и общественную безопасность Республики Беларусь. Яким чином от нашей деятельности потерпела незалежность? Территориальная целостность, суверенитет, конституционный лад? Основы, не все, а только основы. И громадская обеспека Республики Беларусь. Серьезно? Мы такие крутые? В эфир «Паук» выходил не только с глупыми песенками. Он плел в интернете свою, как он думал, обличительную паутину, но сам попал в сети правосудия. А кроме 12-ти годового термину, мне треба реализовать грошовую компенсацию охвярам нашей экстремистской деятельности, которые отчувают моральные покуты от того, что их некомпетентность и недеездольность убачила сосветная супольность. Сегодня вы почуете разговор с этими потерпелами. Кто меня морально увезет? Ты же на меня написал заявление. Суд обозначил тебе 20 тысяч белорусских рублей компенсировать за моральный ущерб. Ты же не дашь мне 20 тысяч. Мы тебя посадим, а потом уже заплатишь. Так ты морально страдаешь, Олег? Я? Нет, я счастлив. Так а что ты тогда подаешь на меня? Ты мне мораль тут свою не показывай. Я хотел спросить, почему ты страдаешь? Иди давай, деньги. Ты из-за денег, Олег? Ты продажный? Квартиру тебя заберем. Забирайте квартиру. Забирай и живи там. Приезжай в Октябрьский работать. Квартиру заберем. Нет, я там делаю общественную приемную партию в твоем доме. И буду там заниматься. Занимайся. Да. Привет, Олег. Это кто? Как твое моральное здоровье? Дорого захотел. Здравствуйте, Вера Михайловна. Добрый день. Как поживаете? Нормально. Слава Богу. Слушайте, хотел поблагодарить вас за сына. За сына хотел, Олега Владимировна. Так все, пока. Паук, да? Да, хотел справлять. Ага, ну что тебе надо? Ну ты же знаешь, что я с тобой разговаривать не буду. Не, я про моральные страдания вашей дочери хотел спросить. Ой, все, все, ой, все. Сиди ты со своими страданиями там в своей Литве и рассуждай сам с тобой. Все. А дочка страдает? До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Испытываете ли вы моральные страдания от моих действий? До свидания. Когда вам деньги вернуть? До свидания. Алло. Здравствуйте, Николай. Все, да. Здравствуйте. Страдаете ли вы морально от действий паука Андрея? Алло. Морально страдаешь, Сергей? Паук, ты? Да. Скучаешь? Как тебе помочь? Паук, помоги себе сам. Хватит звонить. Так тебе деньги не нужны. Беларусь, приезжай в Беларусь и разбирайся со своими делами. Я разбираюсь. Звони. Серега. Ты меня услышал? Надеюсь, понял. Не груби мне. Так морально не страдает человек. Бл***, иди ты нахуй, дурачок ты, блядь. Вот просто ты уже, получается, что ты только там не придумал. И видео наложил. Вот я тебе еще раз скажу. Ты дебил, мне не звони. Понимаешь, я тебя уже сколько раз обосрал, понимаешь? Ты просто вот обтекаешь говном. Так а деньги тебе нужны? Положи трубку, тварь. Деньги нужны тебе? Алло, Леша, привет. Ты на работе сейчас? Нет. А моральные страдания испытываешь? Нет. Чего? Вот. Кто это? Так ты же написал заявление о компенсации моральных страданий пауку. Кто это? Ты что, тупишь? Не выспался, с пьянки. Добрый. Скажите, обижаетесь еще на паука моральные? Испытываете страдания? До свидания. Не испытываете? Моральные? Да вроде нет, слава богу. Мирное небо над головой. Хорошие отношения на работе. Ну, отлично. А что же вы тогда от паука хотите моральной компенсации? А, от паука? Ну. Я просто не знаю, кто мне сейчас звонит, поэтому я так и отвечаю. Так это паук звонит. Это самое... Ну, да как что паук? Да как что вы хотите там, если вы морально не страдаете? Каких денег хотите? Я ничего не хочу. Так а чего вы подали? Во-первых, я не знаю, кто вы. Паук вы или муха. Я же не знаю, кто мне звонит. По-большому счету я вас не знаю, знать не хочу. А то, что вы там размешали в интернете обо мне, конечно, испытываю. А что не испытываю? А что я размешал? Вы же обиделись, вы же даже не помните обиду. До свидания. Ну, пока. Здравствуйте. Скажите, моральные переживания у вас еще переживаются? Я не разговариваю. Это ваш обидчик паук Андрей. А, в таком случае, всего доброго вам, до свидания. Песню слушал? Не сказать, что Алина скотина, Можем грамм там сумленности е. Ну, это же не запрещено позвонить и поблагодарить вас. Угу, хорошо, приятно. Ну, такая хорошая дочка у вас, но только морально обижается почему-то на некоторых и хочет денег за это. Угу, хорошо. Все? Все мне сказать? Ну, вы же там присматривайте за ней, чтобы она глупостей не творила. Молодая, жизнь может себя испортить. Всю будущее. Хорошо, спасибо за приждение, я очень занята. До свидания. Постоянных испытываю. Я же человек, человек без моральных страданий, это бездушное существо. Ужас какой. Как вам помочь можно? Да, я не знаю. Любым способом, лежащим в правовой плоскости. Денег вам дать можно? Нет, денег не надо. Точно? Государство оплачивает мою работу. Так а что же вы, что же вы, что же вы, что-то с паука, Андрея, хоть хотите за моральный ущерб вред спогнать грошей? Ну, вы знаете, это нормальная судебная практика, когда два человека в суде предъявляют друг другу некие иски. Хорошо, надеюсь, на этом мы разговор закончим. Так а что вы обиделись? На кого? На паука. Я ни на кого не обижаюсь. Вот, всего доброго. Так если не обижаетесь, то и деньги-то вам зачем? Он сейчас работает в Совете Республики. А, его избрали? Да. Еще в апреле месяце. Ну, так на повышение пошел. Слушайте, а может вы замечали за ним какие-то моральные страдания? Да нет, что вы. Равновешенный человек, да. Такие вопросы не задаете. Весел был, энергичный. И номер вас не определенные, неизвестные. А не бойтесь мы с вами. Нет никаких страданий, ничего. Всегда на позитиве человек. О, видите как. А в какой цели вы интересуетесь? Потому что с меня хочет денег за моральный ущерб. С меня спогнать. Он хочет с вас? О, ну. Владислав Икенч хочет с вас деньги? Хочет, ну. Это же, наверное, что-то напутали. Знаете, сколько хочет? Сейчас вам скажу. Наверное, 5 тысяч белорусских рублей. Не знаю. Да, да, да. 5 тысяч хочет. Представляете себе? Не знаю. А вы говорите, он моральных страданий не испытывает. Это странно? Нет, конечно. Нет, конечно. Слушайте, а такая ситуация в стране с финансами плохо, их санкции, а ему радостно? Я с вами на эти темы разговаривать не буду. День добрый, Владислав Икенчевич. Добрый. Как поживаете? Как настроение? Ну, спасибо. Замечательно. А морально ли вы страдаете? Спросите, а кто вы? Я, Андрей Паук, от которого вы морально страдаете. Андрей Паук, страдать вам надо. До свидания. Хотел уточнить, как ваше моральное состояние. Что обижаетесь? Что денег хотите? Да. Из вас было лучше, Андрей Владимирович. До свидания. Как дела на работе, как моральное настроение? Замечательно. То есть вы не испытываете никаких моральных страданий? А почему я должен испытывать моральные страдания? С кем я разговариваю? Ну вот на Ольгу Паук вы там подали заявление о компенсации морального ущерба. С кем я разговариваю? Паук, Андрей Владимирович. Ну, откуда у вас мой номер телефона? Нанотехнологии, искусственный интеллект. Ну, поздравляю. Спасибо. До свидания. Так а что вы там хотите? Не страдает человек. Мы белорусы, мирные люди. Владу отстали, шкловская ютя. Ну, как вы думаете, ты отчуваешь эти люди моральные покуты? Напишите в комментариях. Завважьте, что Вольга Чемоданова не покутывая. Моцная женщина. Так само не покутывая Валентина Шлопакова, тварь, якой я добро потаскал по всему бруду, який з ее выходзю. Вот, рабочее время. Валентина Владимировна занимается шопингом. Я еще хотел бы подяковать государовой адвокации Авраменко Людмиле, что сама Данна баранила меня и, увы, нюку выторговала 12, а не 20 годов, як Франаку. На жаль, не смог дотелефоноваться до ЕЕ. Зато и Александр Чаховский смог погутарать и с судихой, и со своей адвокаткой. Вось наприконцы и послухайте. Ну, это специально производство. По виде конференции мы не имеем права с вами общаться. Ну, закон запрещает. Там совсем другая процедура. Если вы приедете, это совсем другой будет разговор. А так он без вас. В принципе, спецотворчасть порушила мои громадянские политичные правы, отповедно Сусветной Конвенции права человека. Что, в принципе, судовый процесс как бы не мусю починаться. Вот, то есть, как бы, что с гэтым можно робить? Ну, судом не нарушен установленный порядок, который установлен Уголовно-профессионального кодекса Республики Беларусь. Поэтому мы все делаем так, как по закону. Ну, вы, например, денежите умежек закона, а ли я кажу, что спецотворчасть, то есть, мне не проинформовали отповедным чином? Мы все разместили на сайте судов общей юридикции в установленном порядке. Вы же об этом узнали, поэтому тут и пишите. Ну, по закону это считается вынадлежащим уведомлением. Каким чином я могу ознайомиться с материалами моей справы? Только прибыль в суд, написав заявление. Тобок прозвас, я не могу это сделать? Нет. А вы сами ознайомились с материалами моей справы? Конечно. И что мне светит? Я не могу вам санкцию статьи озвучить? Нет, ну просто мне цикало, jaki может быть минимальный и максимальный присуд по моему кейсу. В соответствии с санкциями статьи. По ваших отчуваниях, на кольки все дренно? Первое, как бы я не могу удостовериться вашей личности. Мы можем по видеосувязи. Я могу... Мы же с вами не знакомы. Знаете, поэтому я не могу удостовериться, что вы это вы. Такой вот момент. Можете задать питание, там, якая девочая прозвища моей матери, там, наприклад. Как вам известно, у нас закрытое судебное заседание, и у меня подписка о неразглашении данных. Ти вы можете ходайничать от моего имя, припинить процесс, там, ти, каб я го крыху перенесть, ти, каб я мог уже, ну, приехать и обороняться? Вы же понимаете о том, что перерыв в судебном заседании или, скажем так, перенос рассмотрения дела может только в соответствии с нормами УПК. Должны быть какие-то... Ну так, но я так досконало не ведаю нормы УПК, как вы, тому вы же мой оборонца, тому я и консультуюся. Вот. Ну, на данный момент я не вижу оснований. Вы не бачите оснований на то, чтобы... Вы можете обратиться с письменным заявлением в суд, в Брестский областной суд, сложить все ваши просьбы. Так. Ваше заявление будет рассмотрено. Каким образом она защищает тебя? Тогда, вообще, в чем смысл? В соответствии с законом Республики Беларусь об адвокатуре адвокатской деятельности и правилами профессиональной этики. А вы заинтересованы в том, чтобы защитить его? Безусловно, это моя работа. А чем вы мотивированы? Законом об адвокатуре Республики Беларусь и адвокатской деятельности и правилами профессиональной этики. Я, может, хотел бы с вами подрихтовать свою позицию. Я могу... Мы сможем с вами зладить, например, видеозвонок. Вы побачите, что это я. Я пашпорт до твара поднесу. Ну, к сожалению, это не является обстоятельствами для удостоверения личности, что вы это вы. Поэтому... А может быть, у вас есть какая-нибудь шенгенская виза, и вы бы могли приехать, и мы бы на нейтральной территории и вы удостоверились? Нет. У меня нет визы. Ну, зразумело. Добро. Дякую вам. Не за что. Не за что. А если было, за что? Защищала бы тогда. А так не за что. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова